Привет, это Алексей. Сегодня мы рассмотрим сразу три корпуса. Это QB646, QB826 и QB767. Корпуса абсолютно идентичны, за исключением лицевых панелей. Сейчас я вам покажу корпуса поближе. Все три корпуса только в черном матовом покрытии. Высота корпусов 415 мм, длина 430 мм и ширина 180 мм. На левой крышке корпуса расположена пластиковая декоративная вставка с частичной перфорацией. К перфорированной части есть возможность установить два кулера размером до 120 мм. Блок питания располагается снизу корпуса. Передняя панель подключается к материнской плате с стандартными подписанными контактами. Главное не перепутать полярность. Материнская плата должна быть оснащена разъемом для подключения дополнительного USB 3.0 разъема, расположенного на верхней панели. На передней части корпуса под панелью расположены два 120 мм светящихся кулера на вдув, а в задней части один 120 мм на выдув, создавая тем самым сквозное охлаждение. За задней стенкой и крышкой просторный зазор. И эта стенка имеет 13 оправданных отверстий для прокладки проводов. Снизу есть два уплотнителя для понижения уровня вибрации блока питания, а рядом дополнительное посадочное место под SSD. Все кулера в корпусе подключаются стандартным 4-финовым молексом к блоку питания. Два передних можно объединить и запитать от одной линии. Имеется 4 салазки на защёлках, в которые можно разместить 3,5 и 2,5 дюймовый HDD, а также SSD, которые крепятся винтиками из комплектов, предусмотренные для них отверстия снизу. И три маленьких салазки исключительно под 2,5 дюймовые накопители. Рекомендую крепить накопители в салазки интерфейсом подключения к правой крышке корпуса, чтобы спрятать кабеля подальше от окна, тем самым не разрушая визуальную эстетику внутри корпуса. Два передних кулера одновременно служат очень хорошим средством для охлаждения корзин с накопителями. Таким образом, в этом корпусе, не считая шахты под DVD-привод, мы можем установить до 8 накопителей. Главное, чтобы хватило интерфейсов подключения на вашей материнской плате. DVD-привод можно установить даже не используя винтики, для этого предусмотрено пластиковое крепление. Если длина вашей видеокарты превышает 305 мм, а это только у топовых видеокарт, то производителям предусмотрен демонтаж корзины с 2,5 дюймовыми накопителями. Сделать это просто. Достаточно вытащить салазки и избавиться от двух винтиков, и наклонить левую стенку корзины. Корпус не подходит для полноценной водяной системы охлаждения. Снизу корпуса под блоком питания расположен съемный пылевой фильтр, который желательно чистить раз в 3 месяца. В центре ножек находится мягкая вставка. В корпусе вы можете разместить материнскую плату любого форм-фактора. Micro ATX, Mini ATX, ATX или EATX. В этом плане корпус достаточно просторный. Без труда удалось установить 305 мм видеокарту, не демонтируя 2,5 дюймовую корзину. Лучше примерять видеокарту, только потом уже удалять заглушки, так как обратно поставить их не удастся. У Cube 767 вертикальная решетка, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, перезагрузка и кнопка питания. У Cube 826 горизонтальная решетка и гладкая поверхность на заглушке. Интерфейсы подключения у него сверху. Питание, USB 3.0, 3.5 миниджеки, USB 2.0 и перезагрузка. У Cube 646 две перфорированных металлических сетки, USB 3.0, два разъема USB 2.0, ресет и кнопка питания со встроенной индикацией. Вот так они выглядят включенными. Перфорация достаточно крупная для хорошего потока воздуха. Отличие моделей – цвет подсветки передней панели. В комплекте имеется 5 черных стяжек, спикер и винтики. Поскольку эти корпуса отличаются лишь лицевыми панелями, выбор между этими корпусами больше дело вкуса. Я, например, как любитель яркой подсветки, сделал бы выбор в пользу синих. Корпуса очень вместительны, а не существует, пожалуй, видеокарты, которая бы в них не стала. В верхнем можно установить 2 DVD-рома или 1 DVD-ром и карт-ридер, а в среднем 1 DVD-ром или Blu-ray привод, а USB в нем находится сверху. Это хорошо для тех, кто будет ставить свой ПК низко. Нижний имеет возможность сместить в себя 2 DVD-ром или Blu-ray привода. А в принципе, все. Это был обзор трех корпусов сразу. QB646, QB826 и QB767. Всего доброго. До свидания.